Разбитая задняя часть маршрутки и автомобиль, подровнявший знак пешеходного перехода. Всё произошло, рассказывают очевидцы, в какие-то доли секунды. Маршрутный автобус «Богдан» только-только высадил на остановке пассажиров и двинулся дальше по улице Астрономической. Едва он успел повернуть, как его сзади догнала Киа. От удара автомобиль развернула и вынесла на тротуар. Если бы не дорожный знак, говорят люди, автомобиль вполне мог оказаться прямо в кондитерском киоске. Мы летели на страшную скорость. Я же говорю, это была доля секунды просто, не то что, не успела даже а сказать. Смотрю, уже разбитая машина. Зад у него целый был весь, а впереди вот эти крылья, как их и не было, как папиросная бумага стала серенькая и всё. То, что на тротуаре в момент ДТП не оказалось никого из прохожих или покупателей – чистая случайность. Авария произошла в начале девятого вечера минут через пятнадцать после того, как киоск закрылся, рассказывают соседи Карамельки. Не было пассажиров и в автобусе. А вот водителю и пассажирам легковушки травмы избежать не удалось. На место выехали две скорые. Ребята в крови были, голова в одного в крови была, в другом нога и голова тоже в крови была. Причём, отмечают местные жители, пострадавшие были явно под градусом. Вероятно, алкоголь мог стать и причиной аварии, учитывая, что пострадавшие, три пассажира Киа и водитель, были в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в ГАИ. Однако, окончательную причину ДТП установит уже следствие. Травмы разного ступень тяжкости. Это человек 84-го и 94-го года народжения. У всех почти закрыты черепно-мозковые травмы, чистое незабитие тела. Все четверо, включая водителя данного автомобиля Киа, находились в состоянии алкогольного опьянения. Ещё одно ДТП с участием пьяного водителя произошло также накануне, но немного раньше, около 7 вечера. Газель при повороте в районе дома 30А по улице Володарского не пропустила скутер. В результате в больнице оказались двое. Травмы отримали водитель скутера, открытый перелом голени и закрытый перелом правого плеча, а также закрытый черепно-мозковый травм. Также постраждал пассажир данного скутера, его сын, хлопчик 2011 года народжения. Травмы легкие, закрытый черепно-мозковый травм с головного мозга. Как уже выяснилось в больнице, водитель скутера сел за руль в пьяном виде. Данных о состоянии водителя Газели пока нет, сообщили в госавтоинспекции. Оксана Нечапаренко, Владимир Борох, агентство телевидения новости.